Я хотел бы поговорить о каких-то основных моментах главных в жизни, которые способствуют развитию человека перед этим. Волосы на голове украшают её, но состриженные волосы — это бесполезная вещь, это мусор, мы их выбрасываем. Та же судьба постигает и человека, который перестаёт себя в жизни вести правильно, как подобает человеку. Его жизнь превращается в мусор. Понимаете, да? Что есть правильное поведение, есть неправильное. Тонкая грань. Мы часто не понимаем, что значит правильно, что значит неправильно. Это древнее писание, говорит ведическое. Тиру Курал. Мы разбирали это писание много-много дней здесь, в Омске. Целый год, наверное, эту тему лекции шли. В целом очень просто. Бескорыстное поведение человека, основанное на знании, приводит его к счастью. А любое поведение, основанное на желании, на своих личных желаниях, то, что горит в сердце. Когда человек удовлетворяет желания, жгущие сердце, он деградирует. Сразу возникает вопрос, а что не бывает хороших желаний? Хорошие желания не возникают, как жгущие желания в сердце. Они никогда нас не мучают, хорошие желания. У них природа совсем другая. Хорошие желания очень деликатную природу имеют. Они дают человеку всегда свободу выбора. А вот плохие желания, они никогда не дают свободу выбора, они просто в тиски мозги, в тиски мозги просто вводят и жгут в сердце. Если хочется изменить жене, то это жгучее желание. Оно мучает, оно не даёт покоя. А если хочется что-то хорошее сделать для жены, то можешь сделать, можешь нет. В этом нет ничего жгучего. В этом нет ничего жгучего. Если хочешь благородный поступок совершить, то здесь нет ничего такого жгучего. Всегда надо приложить какое-то усилие над собой, чтобы это сделать. Но если тебе хочется сделать какую-то глупость, то это всегда давит на мозги очень сильно. Для того, чтобы встать пораньше, нужно приложить усилие. Иногда у человека бывает привычка вставать рано. Но всё равно надо прилагать усилия, даже если есть эта привычка. Но встать поздно не нужно прилагать никакого усилия. Сто процентов, если ты ничего не будешь делать, ты встанешь позже, чем положено. Для того, чтобы лечь поздно спать, не надо прилагать усилий. Это само собой получается незаметно как. А для того, чтобы речь раньше, надо заставить себя это сделать. Так же и в любви. Человек, когда встречается с достойным человеком, отношения строятся спокойно, на основе здравого смысла. Люди обсуждают всё, пытаются понять друг друга. Когда неблагоприятная ситуация в отношениях возникает, то люди очень крепко влюбляются, не способны размышлять, у них рвётся психика, и они просто тупо живут потом друг с другом, думая, что это и есть самое лучшее в жизни. А потом оказывается, что у них такая весёлая жизнь начинается, потому что сильная привязанность увеличивает зону боли. Чем больше привязаны друг к другу люди, тем больше больнее отношения становятся. Это делает сильная влюблённость, она очень сильно привязывает людей. Каждый маленький недостаток близкого человека вызывает жуткую боль, потому что мы отождествлять начинаем его самим собой. Его поведение... Говорим, ты же моя жена, как ты могла так сделать? Ну то есть, ты мой муж-то. Ну то есть, люди фактически перестают разделять меня от него. Ну то есть, моя жена — это не значит я. То есть, она много лет без меня жила, и потом много лет будет без меня жить и дальше. Люди сходятся на какой-то промежуток времени вместе. Когда оставляют тело, то уже тю-тю. А чаще всего и в этой жизни мы уже расходимся. Многие браки рушатся. Но пока люди живут вместе, они отождествляют друг друга с собой. Они пытаются полностью контролировать поведение близкого человека. и испытывают жуткую боль, когда близкий человек ведёт не так, как я хочу себя. Это называется привязанность. Привязанность является силой, разрушающей разум. Привязанный человек не соображает, что он делает. У него нет логики. Логика возникает, когда ты... Смотрите, привязанность или желание наслаждаться человеком, привязанность или приближение к человеку, желание наслаждаться им, привязанность является препятствием стоящим на пути к духовной жизни. Это не является чем-то хорошим. Наоборот, когда ты служишь близкому человеку, то твои чувства близки к нему, но они не находятся в рабстве. Когда ты служишь близкому человеку, твое поведение по отношению к нему достойно. Ты ему даёшь свободу выбора. Когда ты служишь близкому человеку, ты можешь его прощать. Потому что служишь ему, прощать означает служить. Ты прощаешь ему, заботишься о нём и даёшь ему свободу выбора. Но когда люди привязаны, наслаждаются друг другом, свободы выбора нет. Человек не может ошибаться близким. Если он ошибся, значит, я буду очень сильно его мучить, потому что мне больно очень становится от его ошибки, и разум теряется от боли. Появляется боль, теряется разум от этого. Олег Геннадьевич, мой муж пьёт, я не могу так жить. Но он не может не пить. Он чувствует напряжение, поэтому пьёт. Он так живёт. Учись служить близкому человеку, а не зависеть от него. А если человек близкий парализован, что тогда? У него уже вообще нет свободы выбора. А если ты сильно привязан к нему, то ты будешь мучиться. Я не могу жить с парализованным человеком. Невыносимо. И дальше привязанность во что превращается? В антипатию. Человек хлопает дверь и уходит. Сильная привязанность рождает что? Отторжение, отталкивание. Люди сначала очень сильно привязываются, привязываются, привязываются друг к другу. Потом мучают друг друга, мучают. Потом ба-бам! Разлетелись. Вернулась танго, танго, танго. А ты ушла. Ты забыла всё, что было. Всё, что было, не вернёшь. Незнание законов, как устроена жизнь, разрушает семьи. Сильно увлечённость сексом точно так же, как влюблённость. Она приводит к такому же результату. Люди, когда забываются вот в этом процессе, они увлекаются чрезмерно. Они очень сильно привязываются друг к другу. У них тает уважение по отношению друг к другу, потому что они очень сильно отождествлять начинают друг друга вот в этом состоянии животного транса. В состоянии секса человек впадает в животный транс. Когда близкий человек видит своего близкого человека в животном трансе, он начинает отождествлять его Личность с этим процессом. И таким образом оценка близкого человека меняется сильно. Не в лучшую сторону. Люди во время половых отношений сильно привязываются друг к другу. Потом им больно начинает становиться от любых недостатков близкого человека. А недостатков видно больше, потому что секс означает соединение по нижним центрам. Вся хорошая карма у человека находится в высших центрах сверху, а вся плохая внизу. И люди обмениваются плохой кармой чрезмерно. Какой результат? Начинают злиться друг на друга. Если вы не можете выносить друг друга, даже близко находиться друг с другом, ну, месяц, отдохните. Отдохните, и сразу как бы любовь появится, чувства. Это же простые вещи, которые надо знать. Если вы не знаете таких вещей, то вы, значит, будете страдать. А без любви половые отношения они подобны просто, я не знаю, механическим процессам каким-то. Неправда!